Да, еще раз добрый вечер, уже наверное, в день еще. Алексей Жамнов после матча России-Беларуси, главного тренера сборной России. Тогда менять не будем, как вчера, да, сразу с вопросов. Да. Андрей Сенчин, Горианов, ОСИ Спорт. Алексей Юрьевич, есть ли вообще объяснение произошедшему, что вообще случилось, почему, главное, это произошло? И сразу же вопрос, готовы ли вы к тому, что сейчас на вас обрушится критика со стороны болельщиков, потому что вроде бы ожидать другого результата. Спасибо. Ну, критика, она всегда есть и существует. Как бы это нормальная вещь, правильно? У тренера всегда есть критика. Ну, для любого тренера критика она есть, да, я тут согласен. Полностью, конечно, мы ждали и сами другого результата. Ясно, что сегодня поменяли немножко состав, поставили ребят, которые до этого на таких турнирах не участвовали. Ну, и, конечно, можно сказать так, что свои ошибки, которые мы совершили, они и привели нас к этому результату. Да, у меня два вопроса. Ну, так не думаю, что прям стоит говорить, что там волна критики, болельщики возмущены. Просто турнир такой, с моей точки зрения, достаточно экспериментальный. Как вы его воспринимали? Насколько чувствовалось давление? Ну, мы хотели, конечно, в первую очередь мы хотели выиграть и хотели посмотреть ребят. То есть, можно сказать так, что будущее, что у нас есть в резерве. В принципе, все ребята, которые здесь присутствовали на этом турнире, в нашем распоряжении были, все ребята довольно-таки здорово играют в регулярном чемпионате КХЛ. И поэтому, то есть, мы на это тоже делали акцент, посмотреть чуть-чуть их на другом уровне. И еще раз повторюсь, что клубный хоккей и хоккей национальных сборных, он немножко разный. Но даже это сказывается в любом, в любых нюансах. Поэтому для нас это бесценный опыт, в первую очередь. Просто у нас есть те ребята, от которых мы ждали, наверное, чуть большего. Но с другой стороны, не могу, ну, как бы претензии предъявить, никому не имею права. Потому что, еще раз говорю, ребята отдавались полностью. И все, что могли, сделали. И второй вопрос, когда определяли состав на матч, держали в уме, что завтра играют практически все в КХЛ, кому куда лететь, вот эта вся география. Ну, конечно, мы это тоже держали, потому что, еще раз говорю, есть и ребята, которые ночным рейсом летят. Ну, вот, и плюс, как бы, две игры подряд. Ну, на это, конечно, никто ссылаться не собирается, но были эти тоже, мы учитывали эти все нюансы. Я задам. Да, Михаил Скрыс, Спортэкспресс. Вы вчера говорили о том, что у игроков чувствовалось волнение, особенно у тех, кто играет первый раз на таких турнирах. А вы сами и ваши коллеги по тренерскому штабу вот это волнение ощущали? Особенно сегодня, когда Беларусь там отыгрывалась, вела в счете. Да, ну, как волнение, знаете, волнение, оно всегда присутствует у любого тренера, когда он стоит на лавке и переживает за команду. Ну, вот, просто я повторюсь, что вот эти вот ошибки, которые мы сами совершили, они привели к такому результату, что пришлось отыгрываться три раза по игре. Ну, вот, это лишние затраты сил, плюс начались, наверное, я не могу сказать, что у нас не было там преимущества в зоне атаки, но начались поперечные пасы. Наверное, надо было сыграть намного проще, то, что мы и просили от игроков, именно в зоне атаки доводить шайбу до ворот, а не искать этот поперечный пас. Ну, поэтому, я говорю, то есть, были нюансы, которые, конечно, потоку бы усилили нашу Европу. Ростан Шрафудинов, Татас Алексеевич, перед началом турнира, все-таки вы не опасались того, что у ребят могла быть не та мотивация, учитывая то, что они были в ведущих европейских сборных? И в течение турнира, как вы видели настрой ребят? Ну, знаете, то есть, в принципе, по настройу скажут, что ребят настраивались. Про мотивацию мы говорили на первом собрании перед началом турнира, что наша задача концентрироваться больше на нашей игре и на нашей самоотдаче, чем смотреть, как соперник играет. Ясно, что у нас был видеоматериал после первой игры, как играл Казахстан и Белоруссия, и это мы все игрокам показывали. Но сам факт того, что я думаю, что у каждого был... То есть, если вспомнить игру с Казахстаном, нервозно начинали, а сегодня много игроков из новеньких ребят, но, наверное, у них было волнение, присутствовало, наверное, всю игру. То есть, это было видно. Извиняюсь, у меня второй вопрос. Ярко на турнире проявил себя Александр Кадейкин. Понимаю, что, наверное, если бы не принято задавать, но все-таки, вот как думаете, на Олимпиаде, если бы он все-таки сыграл, насколько он бы помог? Ну, сейчас, что говорить? Если бы ДКБ играл, то, что было на Олимпиаде, это одно, то, что сейчас, это совсем другое, правильно? На тот момент, как бы, ребята некоторые были посильнее его, и я еще раз говорил, это после Олимпиады тот состав, в принципе, был оптимальный на тот момент. Еще вопрос. Если не обращать внимание на результат, вы говорите о том, что делали акцент на ребят, которые в будущем могут себя проявить, то есть вы смотрели уже именно в перспективе. В плане игрового какого-нибудь функционала вы были довольны тем, что вы увидели от хоккеистов, которых вы изменили? Ну, конечно, то есть всегда есть и плюсы, есть и минусы, правильно? Поэтому, конечно, мы многое подчеркнули для всего нашего тренерского штаба, то есть мы увидели то, что хотели увидеть. Я еще раз повторяю, что я уже это говорил и перед Олимпиадой, и перед Евротурами не раз, что та статистика, которая есть в КХЛ, и потом игроки приезжают на уровень сборной, он обманчив. Но здесь, еще раз повторюсь, здесь совсем другой хоккей. Я уточню, кстати, чем отличалась сборная от Динамо Минска, потому что там тренер тот же, состав тот же. Ну, они наиграны, мы знали, это, в принципе, тот же хоккей, как при игре Динамо Минск. И ясно, что ребята играли в простой хоккей, можно сказать, такой компактный. То, что и мы старались играть, и вот это вот у них север, север-юг, то есть туда-сюда. И мы это говорили игрокам, потому что все они играют против Динамо Минска, прекрасно знают, что ребята из себя представляют. Я думаю, что они, наверное, со своей задачей справились, мы нет. Потому что у нас начались вот эти поперечные пассы, когда у нас появилось преимущество, особенно в зоне атаки, то мы начали искать лишний пасс, и это нас губило. Ну и хочу добавить, что, конечно, вратарь на их сбору сегодня отстоял. Блок Роман с хоккеем, Алексей Юрьевич. Сегодня в неравных составах мы смогли забросить всего одну шайбу, а пропустили три. Вы уже упомянули, что были индивидуальные ошибки. Вот коллега сейчас сказал про то, что в неравных составах многое решает взаимопонимание игроков, связки. Вот вы по итогам сегодняшнего матча какие причины ключевые видите в том, что именно в этом компоненте вы проиграли сегодня в Беларуси? Ну, были моменты, да. И ясно, что если говорить про большинство, да, могли забить побольше, но там были моменты. А то, что пропустили в меньшинстве, ну, это, как говорят, бригада. Бригады сработали не очень. То есть вот эти нюансы ключевые, я еще раз повторюсь, там много ребят играло, которые играют вроде в своих клубах и это все выполняют. А здесь получилось так, что чуть-чуть не доиграли там, не доработали здесь. И, в принципе, эти все нюансы. Ну, любой хоккей, любой матч, он складывается из нюансов. Если все игроки, находящиеся на льду, зарабатывают в каждом игромом моменте, ну, очень тяжело, как говорится, забить против той команды, в которой ты играешь. А если хоть один выпадает, особенно, когда играют в меньшинстве, сразу у соперника преимущество вдвойне получается. Алексей Юрьевич, вот хочется у вас полюбопытствовать, а как вообще устроен процесс по вызову игроков в национальную команду? Это вот исключительно ваше решение или вы как-то коллеги? Ну, нет, у нас есть тренерский штаб, мы, в принципе, у нас есть большой список кандидатов, но перед тем, как вызывать окончательно, окончательно ребят на определенный сбор, то есть мы все вместе собираемся и уже обсуждаем конкретно каждого кандидата. Ну, вот как было и сейчас. Плюс я уже говорил, на первой конференции, на первой пресс-конференции, что многие ребята не приехали, у кого травма, кто заболел. И есть ребята, у которых просто смысл вызывать, когда мы уже их знаем. А тут хотели еще посмотреть тех именно ребят, которые довольно-таки неплохо играют в первенство КХР. Отталкиваясь от пары больших новостей, то, что вчера закончились санкции ВАДа, объявили уже там об этом, выступили наш министр спорта, во-вторых, то, что говорят активно, в Париж поедет наша делегация, там с флага, без флага, но можно ли сказать, что сейчас вы работаете на новый олимпийский цикл, который начался, и видите ли вы сборную в Италии в 26-м году, то есть работа уже идет сейчас, к 26-му году, можно так сказать? Можно сказать, конечно, у нас любой подготовительный этап, это подготовка, есть, как говорится, четырехлетний цикл подготовки к олимпийским играм, но вот ясно, что любые сборы, которые у нас есть в данной ситуации, любой турнир, он в первую очередь идет с прицелом на олимпийские игры, поэтому я и, как говорил раньше, мы сделали выбор на определенных кандидатах, чтобы они попали к нам в сборную, понимали наши требования, что мы от них требуем и будем требовать дальнейшего. На прошлом Кубке Первого канала и перед Олимпиадой и вы и сами игроки отмечали, что они получили очень серьезный массив новой информации. Вот в этой связи два вопроса. Первый, те игроки, которые играли уже на прошлом турнире и на Олимпиаде, они эту новую информацию сейчас как бы использовали? И новички, которые сейчас вот приехали, вы им тоже эту информацию как-то пытались давать? Или за такое короткое время особо ничего нового там не обучить игроков? Ну, согласен, что за такое короткое время ничего нового не обучить, но у нас было два дня тренировочного процесса перед этими двумя играми и показывали видео просто тем ребятам, которые были и на Кубке Первого канала на Олимпиаде, прошли с нами эти два этапа и Олимпийские игры. То есть мы им просто напомнили, а для новых ребят, конечно, показали то, что мы хотим видеть и требовать. Про Сега Булитов вопрос будет перед решающей попыткой там была такая короткая заминка. Долго не могли понять, кто пойдет бить финальный бросок? Нет, у нас заминки не было. То есть вы сразу знали, что пятый будет бить Мы сразу объявили, да, кто выйдет. Это было ваше решение или как-то помощники подсказывали? Да нет, мы смотрели, кто бьет Булиты в клубах своих так приблизительно накидывали так. А у нас, к сожалению, на тренировках мы были-то не наигры. Поэтому здесь уже другая история была на Олимпиаде. Там мы уже тренировали конкретно. Алексей Юрьевич, еще один вопрос. В этом сезоне в КХЛ у Спартака самая молодая линия обороны. И сегодня дебютировал игрок, который очень хорошо прогрессирует. Егор Савиков, как оцените его дебют? Как он вам вообще вот при таком более, может быть, тесном общении? Да, ну, в принципе, я увижу в Спартаке. Я думаю, что дебют получился, наверное, больше. Самое главное то, что он получит большой опыт. Плюс он увидел то, что национальную сборную изнутри увидел эту кухню, увидел требования. и теперь понимает. А мы только будем рады, если он также будет в дальнейшем прогрессировать. Дальше еще такой вопрос. Вам, как тренеру сборной, хотелось бы получать больше практики в клубах работы? Вас там века звали, вас гладят какие-то клубы КХЛ. Вы от этого отказываетесь каким-то причинам или может быть что-то в будущем? Потому что практика есть практика. Не, ну, это ясно. Посмотрим. То есть, в принципе, вот сейчас клубок первого канала закончился и посмотрим, как дальше все будет складываться. Может быть, даже поступит если предложение, конечно, будем разговаривать. Не исключаю, будем разговаривать. Все? Все, коллеги, спасибо большое. Спасибо. Спасибо.